Смею предположить, что вас наполняет искреннее желание поздравить Альберта. Во-первых, что Альберт собирает свой первый сольный концерт. Действительно, это будет сольный концерт. И почему это сольный концерт, я расскажу чуть позже. Это во-первых. И во-вторых, это два с половиной часа теорий и практики и нашего взаимодействия, которые действительно могут быть полезными, особенно в долгосрочной перспективе. Да и в краткосрочной тоже. Знаете, если вас будет сопровождать такая мысль, что вы проживаете не в Санкт-Петербурге и не в Москве, и, например, у вас нет возможности с организационной точки зрения посетить эти города, или на момент того, как вы решили приобрести билет на выступление в Санкт-Петербурге, допустим, там уже видите, что и свободных мест нет. Да, я, получается, делаю публикацию и анонс этот, в то время как зал в Санкт-Петербурге практически заполнен. Ну так вот, в этом случае в Москве мест более чем достаточно, зал там большой. Ну так вот, имейте в виду, что я планирую записать это мероприятие и запись этого выступления опубликовать у себя на канале, на ютубе, имейте в виду. А так, что это за сольный концерт? Во-первых, вы видите на экране сейчас три изображения, если не считать меня, но я как в видео сейчас привет, в правом нижнем углу. Кроме меня вы видите три изображения здесь, в левом верхнем углу и в правом верхнем углу. Это Karo Art приглашали меня и приглашают и сейчас выступить в качестве эксперта на показе фильмов. Это произошло в сентябре 2022 года, в марте 2023 года фотографии вы видите на экране. Там был формат такой, что мое вводное слово минут на 15, потом показ фильма, и потом взаимодействие со зрителями на протяжении примерно часа, с ответами на вопросы, с тем, что может быть полезным. И когда в очередной раз ко мне обратились представители Karo's предложением провести аналогичное мероприятие, я подумал, а зачем фильм, собственно? Фильм-то зачем? Его же можно вынести за скобки. И я предложил идею сольного выступления. То есть все время, весь тайминг посвятить Альберту на этой прекрасной площадке в Москве. Karo Oktaabr. Крупный очень кинотеатр. Это прекрасный зал в центре города. С точки зрения логистики, расположения, комфорта там, звука, да и даже кресел. Насколько приятное, классное место. И что это за сольный концерт? Мне предложили тогда провести там сольный концерт. 30 минут на сбор участников, об этом я позже расскажу, и 2,5 часа взаимодействия с участниками. Вы видите здесь в левом нижнем углу фотографию зала. Масштабно. Правда же? Даже второй этаж здесь есть. Вызывает желание уже задуматься, а где бы вы расположились здесь. Правда? Но формат, да, творческий вечер с Альбертом Сафиным. Конечно, сначала у меня была первая идея. Вы, мои дорогие коллеги, я вам рассказываю, как есть течение ход своих мыслей. Сначала у меня была идея сделать это в формате вопросов и ответов, что участники формулируют свои вопросы. На листках, например, я по одному их достаю, и мы вместе таким образом раскрываем ответы на наболевшие вопросы, например, вдруг. Ну так вот. А потом я подумал, пусть такая часть будет, но кроме того, пусть еще будет такой момент, что какая-то тематика этого выступления. Я вот подумал, если у меня два с половиной часа, то какую бы тему я бы хотел раскрыть, которая достаточно емкая, четкая, точная, и упражнения можно дать по этой теме, которую можно потом практиковать. Ну и кроме того, я сразу предполагаю, что среди участников это будут преимущественно уже лояльные свои люди. У меня нет какой-то масштабной рекламы. То есть предполагается, что среди участников те, кто уже изучают уроки, и для кого они могут быть по-настоящему полезными. Итак, по поводу фотографий мы с вами познакомились. По поводу того, что можно фильм убрать за скобки и посвятить все выступление сольному концерту. Знаете, у меня есть такая даже, значит, метафора, что когда я езжу в командировки и провожу какие-то мероприятия учебные не в Санкт-Петербурге, в Москве или в других городах. На днях был в Баку, очень понравилось, кстати. Ну так вот, то в этом случае я воспринимаю свою деятельность как гастроли, да? А вот это, получается, будет сольный концерт. Ну так вот, радость и результат быть востребованным специалистом. Вот о чем будет идти речь в пространстве этой встречи. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на экране. Ага, сейчас мы чуть поменьше сделаем поле. Вот, красота. Радость и результат быть востребованным специалистом с точки зрения внутренней стороны вопроса, разрешить себе продвигаться в своем ремесле и в деле, и внешней стороны вопроса с точки зрения коммуникации с другими и с миром в целом. Этой теме я решил посвятить этот свой первый сольный концерт, который состоится 7 сентября в Санкт-Петербурге, Каро Варшавский экспресс, и 14 сентября в Москве, Каро Октябрь. Большой масштабный зал. Да, и наверняка уже мест в первом ряду нет, вы уж извините. Вы все необходимые данные для получения билета. Билеты являются, на мой взгляд, доступными. Санкт-Петербург 900 рублей, Москва 1000 рублей. Точная теория и эффективная практика, чтобы думать долгосрочно и действовать точно в профессиональной сфере. Ответы на вопросы участников. Вечер с Альбертом Сафиным. Я буду рад поделиться в пространстве этого мероприятия теми приемами, которые регулярно использую я. Тема, связанная с личным брендом, тема, связанная с регулярным обучением, с регулярным созданием каких-то материалов, которые могут быть полезны и для других. Вот с тем, что значит для меня наращивать и медийный вес в том числе. Буду рад я раскрыть здесь видеоупражнения в том числе. Поэтому имейте в виду, что они будут. Итак, даты, координаты и билеты. Вы можете увидеть в описании к этому видео. Сейчас я себя сделаю чуть поменьше. Санкт-Петербург координаты вы видите. Москва тоже видите. Кроме того, как поступила информация от Exmo, то на выступлении именно в Москве я в том числе сделаю известным выход третьей книги. Она в любом случае будет известна для всех. Чуть позже. Так, это маленький бонус, который там прозвучит. Такая инициатива от издательства. Важное примечание. При переходе по этим ссылкам, при покупке билетов в Санкт-Петербурге, Москве, необходимо выбрать соответствующий город вверху раздела. Проверить, что выбран нужный город. На мероприятии будет теоретическая часть, практические упражнения и ответы на вопросы участников. Вот такая вот будет теплая встреча, я бы сказал, единомышленников. Я очень рад ее провести. Это волнительное мероприятие и для меня. Раньше я мог прикрываться показом фильма. Это были фильмы «Одержимость» и фильм «Основатель». То сейчас, получается, фильма никакого не будет. На экране, вернее, на сцене, будет только Альберт иногда со своими смешными шутками. А иногда и не очень смешными. И не шутками вовсе. А вопросами животрепещущими. Итак, как попасть на мероприятие? В описании ссылки необходимые будут. Рад презентовать это событие. До него осталось чуть менее двух месяцев. До скорых встреч. Интересно, где будете располагаться здесь вы? С какими открытиями, озарениями вы, интересно, покинете этот зал и впечатлениями в том числе? Я бы, например, расположился на первом ряду и думал бы, интересно, что ценное и важное от Альберта имею возможность не только услышать, но и к чему прийти. Ведь, с одной стороны, конечно, важно, что Альберт скажет там, но не менее важным является то, каким выводом вы сами придете. Это мероприятие будет абсолютно самодостаточным, цельным, емким, практически ориентированным. До скорых встреч. С вами Альберт Сафин. Вот такой вот небольшой анонс.